Здравствуйте! Это программа Репортер. Я Алексей Коноплев. В России официально зарегистрировали первый бронекатер. Уникальное Тольяттинское судно совершит марш-бросок до Болгограда. По пути плавучий музей остановится в нескольких городах. Репортер присутствовал при историческом моменте. Катер спустили на воду. Какие традиции были соблюдены и кому тяжелее всего придется в этой поездке. История большого приключения. Огромные корабли-верзилы с удивлением следят за происходящим. Столько лет стояли здесь себе спокойно и камер с журналистами ни разу не видели. Они явно испытывают зависть, столько чести и все это мукрохе. По старой традиции перед спуском. На счастье и удачу аборт разбивают бутылку игристого. Раз, два. Судно поднимает огромный кран. Снизу процесс контролируют матросы. Корабль проплывает над головами удивленной публики. И вот он торжественный момент. Первый в России бронекатер официально спущен на воду. Давайте поднимаем военно-морской флаг. Это традиция. Если мы подняли военно-морской флаг, значит судно сдано. Вот моя буточка с пулеметиком. Копия легендарного проекта 1125 бронекатер БК-73. В 1942 году подобное судно участвовало в обороне Сталинграда и при освобождении Белоруссии. Бронекатер бывал в Берлинской освободительной операции. Тольяттинское судно сделано под тем же чертежам. Большинство деталей подняты с глубин. Чтобы собрать свой бронекатер, Александр Ёлкин десятки часов провел под водой. Рация, управление, телефон не связан, даже внизу работает, можно послушать. Сегодня он впервые в парадной форме может себе позволить. Все-таки теперь официально командир. Судно поставлено на учет и зарегистрировано как катер. С этим проблем не возникло. Подводный археолог проводит репортеру экскурсию. Все это он сделал сам, своими руками и с помощью хороших товарищей. У нас патент Сталина. Видите, часы военно-морские. Вот есть даже библиотечка такая, книги. Видите, гамера Диссея. При съемочной группе доделывают последние штрихи. Точно по расписанию. 30 апреля бронекатер отправится на первую точку в Тольятти. А дальше марш-бросок. Сызрань, Саратов и Волгоград. 12 человек на борту. Среди них два молодых юнги. Ну, у них же есть перспектива школу не ходить. Поэтому, как они будут ныть. Они, да, они очень радостные, что в школу не пойдут и пойдут на бронекателе. Ну, конечно, они рады. В любом случае, это очень интересно, увлекательное путешествие по Волге. Юнгам придется тяжелее всего. В матросы Елкин записал своего 12-летнего сына. А вот дочь будет контролировать отца и брата с суши. Телефон сотовый будет один у команды. Ну, да, я думаю, держать будут они, скорее всего, на берегу. Поэтому, конечно, будем брать. Ну, еще Wi-Fi роутер, конечно. Все как в военные времена. К счастью, без боевых действий. Днем вахты, вечером прослушивание патефона, чтение книг и даже трехразовое питание. На борту будет работать специально обученный кок. Меню оригинальное. И картофель, и консервированные фрукты, и компоты, и масло, сало, мясо, икры, и утки. Там все там есть. Но все же без современных устройств не обошлось. Есть и холод, электрика, и главная привилегия. Один из современных, это утро, да. Мы не стали пользоваться просто уносным ведром, поэтому у нас как бы из санузла. Цивилизация. Да, какая-то цивилизация, да. 7 мая бронекатер придет в Волгоградский порт. Легендарный корабль примет участие в параде победы. Потом довольные и счастливые матросы с командиром вернутся в Тольятти уже по суше. Другая команда перегонит судно в Автоград. И тогда он точно станет единственным плавучим музеем-бронекатером в стране. И это все на сегодня. Увидимся завтра. Всего доброго. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok